Для этого урока нам понадобится два документа. Первый это телевизор уже с вырезанным экраном, чтобы мы могли запросто разместить любую картинку уже за сам телевизор. И второй документ это любая картинка или фотография с компьютером. И сейчас мы применим все эффекты именно к этой картинке, а саму анимацию сделаем уже на документе с телевизором. Сначала создадим папку, переименуем ее. Анимация, например, назовем. И будем уже делать все эффекты в этой папке. Далее обесцветим нашу исходную картинку, переходим в изображение, выбираем картинку, переходим в изображение, коррекция и внизу убираем обесцветить. Далее снимаем замок, если он у вас есть, два раза левой кнопкой мыши щелкаем по нему. ОК. И переносим наш слой уже в папку с анимацией. Далее создаем три новых слоя. Переходим на слой первый. Выбираем инструмент заливка в черный цвет и заливаем черным цветом. Переходим дальше фильтр, шум, добавить шум. Эффект сделаем 20%. Распределение по гауссу, галочка монохромная. ОК. Идем дальше. Заливаем опять черным цветом. Фильтр. Шум. Добавить шум. И эффект увеличим на 10%. Ниже оставляем все так же. ОК. И последний, третий слой. Заливаем черным цветом. Фильтр. Шум. Добавить шум. Эффект 40%. И ОК. Режим наложения. У всех сделаем экран. Убираем экран. Отлично. И теперь мы создадим собственную кисть в Photoshop. Эта кисть у нас будет помехами, будущими помехами на телевизоре и изображении. Создаем новый документ, переходим в файл, выбираем создать. Ширина указываем 600 пикселей, высота 100 пикселей. ОК. Можно приблизить, например, до 400. Далее выбираем инструмент карандаш. Размер 2 пикселя. Жесткость 100 либо 0. Здесь это не принципиально. И с зажатой кнопкой Shift нарисуем несколько полосок. Например, на таком расстоянии. Дальше выбираем белый цвет. И уже произвольно стираем наши полоски. Далее переходим в редактирование. И выбираем определить кисть. Можно переименовать. ОК. И переходим на наше изображение. Создаем новый слой. Ctrl-Shift-N. ОК. И белым цветом разместим несколько таких полосок сверху. Дальше нажимаем Ctrl-T на клавиатуре. И растягиваем их до самого низа. Enter. Shift-Ctrl-N. Еще один слой. И уже добавим полоски немножко в другом порядке. Также Ctrl-T. Опускаем. И создадим еще один слой. Третий. И нарисуем. Поставим также произвольно полоски. Например, вот так вот. Ctrl-T. Опускаем их вниз. Enter. И теперь. Всю папку. Анимация. Мы перенесем уже. На изображение с телевизором. Сверху выбираем расположить все в сетке. Выбираем анимация. И зажатой левой кнопкой мыши переносим уже на этот слой. Как раз у нас получилось за телевизором. Ctrl-T. Чтобы немного уменьшить изображение. Так, чтобы не выходило за границы телевизора. Можно также стрелочками на компьютере подвигать изображение. Нажимаем Enter. И далее уже переходим к анимации. Выбираем окно. Анимация. У нас стоит временная шкала. Нам не подойдет она в этом уроке. Поэтому выбираем покадровую анимацию. Раскрываем папку анимация. И будем уже чередовать эффекты. То есть на первом текущем слое мы оставим включенным только слой 1. Слой 4. И основной уже слой с птицей. Нажимаем создать новый кадр. И уже меняем. На один будем подниматься, чтобы немножко другие эффекты применялись. Сдаем третий. И дальше зажатой кнопкой Shift вводим все три слоя. На стрелочку выбираем 0,1 секунда. Ниже выбираем постоянно. И сейчас можно уже просмотреть нашу анимацию готовую. Вот такого вот эффекта мы с вами добились в этом уроке.